Одесскому велоралли все-таки быть. Спортивное мероприятие ежегодно проводилось в первой половине апреля и было приурочено ко дню освобождения Одессы от румынско-немецких захватчиков. Но в этом году COVID-19 внес свои коррективы. По словам организаторов, перенос пешей и велосотки существенно повлиял на количество участников. Многие не смогут приехать, в том числе и из-за трудности пересечения государственной границы. Но все же окончательную дату спортивного марафона утвердили. Впервые за 38 лет существования велосипедного мероприятия мы столкнулись с независимыми от нас обстоятельствами. Речь шла о коронавирусе, о карантине. Поэтому вследствие эпидемиологических мер мы вынуждены были перенести наше мероприятие традиционно с апреля месяца на сентябрь. Мы согласовали дату проведения Одесской легендарной сотки на 26 сентября 2020 года. Спортсмены традиционно собираются в 10 утра на Аллее Славы. Именно оттуда и начинается их маршрут. Путь будет проходить через Аведиопольские и Беляевские районы. Победителей на финише встретят возле музея-мемориала на 411 батарее. Организаторы благодарят за поддержку спонсоров и почетного гражданина города Одессы и Одесской области, лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова. Я благодарен нашим партнерам и тем людям, которые в такое сложное время подставляют свое плечо. В этом году наше мероприятие проходит при поддержке почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Васильевича Кивалова. На старт выйдут команды Национального университета, Одесская юридическая академия, Международный гуманитарный университет. Дороги – один из важнейших вопросов для участников. Но, как утверждает партнер велоралли Сергей Гончарук, состояние 100-километровой трассы значительно улучшилось по сравнению с прошлыми годами. Состояние дорог в этом году улучшено, сама трасса улучшена и условия для участников данной нашей легендарной велосотки гораздо лучше. На данный момент зарегистрировано уже 1200 участников велосотки из 600 желающих пробежать пеший марафон. Атлеты, профессионалы и любители приедут со всех уголков Украины. То, что мы сохраняем традицию с помощью организаторов, с помощью спонсоров – это огромное дело. Но наши участники, без них бы никакой сотки не было бы. Этот год особенный для спортивного фестиваля. Были введены новые категории для участников пешей сотки. Свои силы попробуют любители скандинавской ходьбы и люди с ограниченными возможностями. Скандинавская ходьба, мы заключили, у нас будет участвовать с Одессы два клуба. Плюс они подтянули всю Украину. На данный момент зарегистрировано около 100 человек. Плюс слепые, я уже говорила об этом, слепые, которые будут в сопровождении либо своих друзей, либо собак, либо они еще там обещали, но по безопасности все проконтролировано. Ноу-хау на этом не заканчиваются. Теперь следить за участниками стало проще. Каждому спортсмену будут подключать специальные чипы к телефону. В этом году мы ввели электронную систему. То есть у нас у каждого участника будет предоставлен чип. Когда они прибегают на КП, это контрольный пункт, где судья считывает телефоном чип. И тогда любой родственник, любой человек, который захочет отследить конкретно данного человека, он по номеру может ввести и узнать, пробежал ли данное КП этот человек. Впрочем, партнер веломарафона Александр Туревский уверен, самое главное то, что традиционные соревнования смогли сохранить и продолжить. Ведь вело-рали – это уже визитная карточка Одессы. Что хочется пожелать всем участникам – это хорошей погоды, веселого настроения, удачного старта, хорошего финиша, чтобы все дошли, чтобы все были в прекрасном настроении. И желаем, чтобы это мероприятие продолжалось. Первый Одесский веломарафон прошел в 1983 году. Традиция продолжается до сих пор.